Год литературы в России звучит фундаментально и сразу в голову все знания о нашем, о великом, о том, чем принято гордиться. Но тут же хочется уточнить год литературы. Кому это предназначено? Да, высокие премии, громкие книжные премьеры. А как все выглядит в жизни? Что сегодня предлагают в качестве книги, например, детям? Тропинка, еловый лес. Ранний вечер. Солнышко уже садится. И на тропу, буквально в метрах в 15, как вот до последних рядов, выходит на меня волк. Сидят, слушают завороженные начинающие читатели и Олег Струшин. Писатель-натуралист, писатель-историк, среди прочего, почетный член Росохот-рыболовства. Как сам говорит о себе, добрый охотник. Он колесит по стране, встречается с волками и детьми. Последним рассказы о природе интересны буквально до запятых. А вот издатель сегодня предлагает юным читателям так называемую социальную литературу. Что-то про первую любовь или фантастику. К большому сожалению, то есть, несмотря на то, что есть спрос достаточно большой на литературу о природе, литература о природе издается очень-очень мало. Мало, но, к счастью, есть. В Видновской библиотеке, например, творчество автора представлено. И не в единичном экземпляре. В том числе и самая популярная его книга. Пользуется спросом, особенно вот книга «Хорюшка» Олега Трушина из серии «Тузик, Мурзик» и другие, которые посвящены животным и о взаимоотношениях между животными и человеком, конкретно детьми. К слову о «Хорюшке» над книгой Олег Трушин работал семь лет. Шесть собирал материал, год писал. Такому трудоемкому процессу нынче не каждый готов посвятить время. По стопам Паустовского и Лебианки современные писатели идти не спешат. Из писателей-натуралистов на сегодняшний день, скажу так, наверное, в возрасте таком, как я, наверное, авторов больше нет. К большому сожалению, старшего возраста, поколения, могу назвать, конечно, авторов замечательных, живущих, здравствующих, еще пишущих. А если о хорошем, то надо сказать, что в детской библиотеке Виднова нынче прибыло. В качестве подарка Олег Трушин привез книгу «Под счастливой звездой», которая включает в себя повесть о волке. Именно за эту повесть писатель был удостоен премии губернатора Московской области имени Михаила Пришвина. Так что спешите в библиотеку. Встречи с писателями здесь проходят с завидной регулярностью. Ну и год литературы пока не отменили. Почти каждый день на читательско-библиотечном поприще – праздник. На этой неделе, например, впервые в истории города случится библиоквест. 13 плюс вас ждут. Все, кто придут, попадут в команды по три человека. Будут бегать по городу, собирать буквы, из букв складывать слово, связанное с историей нашего города. А потом это слово должно прозвучать как пароль. Они получат еще анкету, в которой нужно дать точные ответы по истории нашего города. Остальные подробности на сайте библиотеки. Что, когда и сколько читать выбирает по-прежнему каждый сам для себя. Хорошего, как известно, немного показать лучше – это, пожалуй, и есть задача мероприятий в рамках Года литературы. Татьяна Кременецкая, Виталий Кременецкий, Елена Кошелева. Видное ТВ.